Всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу снять заключительное, финальное видео о своей декоративной косметике. И речь пойдет о тенях. Итак, тени, наверное, не моя сильная сторона. У меня их совсем немного. Поэтому сейчас быстренько расскажу о каждом в отдельности. Первое, что я всегда использую под тени, это базу. У меня база под тени от компании Герлен. Компания Герлен заявляет о этой базе, что это макияж плюс уход. Микрочастицы, которые находятся в текстуре данной базы, прекрасно выравнивают текстуру кожи век, увлажняют ее. Также разглаживают мелкие морщинки и освежают кожу. Текстура данной базы достаточно плотная, но при соприкосновении с теплом пальцев она как будто бы тает. Очень легко распределяется по коже вежи. Прекрасно скрепляет века с тенями и очень-очень долго держится. Великолепная база. Просто любовь моя. Также у меня есть второе средство для век от компании Benefit. Это иллюминатор для кожи под глазами, а также ее можно наносить и на подвижное веко. Данное средство прекрасно наносится на кожу. Оно не забивается в морщинки и не скатывается. Прекрасно освежает взгляд, как бы слегка выбеливая и придавая ему такого внутреннего свечения. Данное средство находится в тубе и внутри кисточка со спонжиком. Удобное и легкое нанесение. Крайне редко использую это средство, так как немножечко не понимаю его эффекта, никакого особенно лифтингового эффекта я не замечаю. Это средство просто безделушка. Итак, первые тени, которые я хочу вам показать, которые есть в моем арсенале, это тени от компании Бью, которые я не так давно приобрела. Итак, тени выглядят вот таким вот образом. У меня это в оттеночке 04, такая натуральная коричневая гамма. Я считаю, что это отличные тени для ежедневного макияжа. Они очень мягкие, они легкие в применении, и их пигментация просто поражает. Они прекрасно смотрятся на веках, очень дорого и красиво, но, к сожалению, они имеют минус, они скатываются к концу дня на веках. И вот такие вот три оттенка они имеют. Светло такой цвет шампанского шиммерный, серо-коричневый и оттенок кофе. Все оттенки насыщенно шиммерные. И вторые тени, также от компании Be You, у меня в оттеночке 45. Это такая очень симпатичная фиолетовая гамма. Абсолютно такие же впечатления у меня от 45 оттенка, как и от 04. Вот таким вот образом выглядят оттенки. Действительно, они очень мягкие, они очень легкие в применении, великолепная пигментация, и они достаточно сильно шиммерные. Следующие тени у меня от MAC. Первые тени от MAC – это минеральные тени. Это прекрасный, сложный фиолетовый оттенок, который очень неплохо смотрится на веках. Прекрасная у теней MAC, естественно, пигментация. Хорошие тени, мягкие, шиммерные, легко наносятся, никуда они не скатываются, не осыпаются и не тускнеют. И дальше у меня две вот такие палеточки, в одной из которых три оттенка, к сожалению, закончилось. И один мой любимый оттенок ванила, он, естественно, остался. Как вы видите, палетка MAC у меня еще старая, и она уже такая сломанная, не закрывается. Буду ее, конечно же, менять. Итак, первый оттенок теней – это тени ванила. Это матовые, такие светло-бело-бежевые тени. Они мягкие, с ними прекрасно и очень удобно работать, и не осыпаются, никуда они не скатываются, а уж матовые текстуры у них вообще великолепные. И также уже в новой палеточке от MAC у меня четыре оттеночка, два таких натуральных и два других в такой зеленой гамме. Первый оттенок. Также светлый шиммерный оттенок, такого цвета шампанского. Далее идет второй оттенок. Очень красивый, коричневый, шоколадный, кофейный, также с шиммером. Третий оттенок. Третий оттенок достаточно сложный. Он светлый, такой салатовый, я не знаю, бронзовый, с какой-то розой. Очень классные и интересные тени. И четвертый оттенок. Это такой оттенок хаки с золотыми частичками. Прекрасные тени. Эту комбинацию я просто обожаю. Я в нее абсолютно влюблена. Пользуюсь, ну просто постоянно я этими тенями, потому что они действительно великолепные тени. Следующие тени. Однушка от Шосейда. Атласная текстура теней от Шосейда прекрасно наносится на века и великолепно тушуется. Тени стойкие. Они не бледнеют. Они не осыпаются. Никуда они не скатываются. И имеют прекрасный сияющий оттенок. Сиреневый оттенок, который выгодно подчеркивает цвет глаз. У него прекрасный действительно отблеск. Великолепное, изумительное сияние. Шелковистые тени постоянно в моем использовании. Следующие тени. Это три оттенка от Dior. У данных теней очень нежная текстура, которая легко наносится. Тени также не скатываются, не осыпаются, долго держатся и не тускнеют. Я выбрала для себя зеленые оттенки. Они достаточно насыщенные и очень красиво смотрятся на глазах. Светло-салатовая, как база. Такой средний оттенок. Ну, такая зелень даже с хаки чуть-чуть. И самый яркий – это такой зеленый с прям достаточно крупными блесками, которые всегда прекрасно освежают какой-то макияж вечерний, может быть, и даже иногда на дневном это смотрится тоже очень игриво. Они действительно очень качественные. Ими действительно очень легко пользоваться. Я думаю, что все об этом знают. Это прекрасные тени, любимые мной. И следующее – это палеточка дорожная, приобретенная мной в Дьюти Фри от Диор. Итак, данная палетка выглядит вот таким вот образом. Здесь очень большое зеркало, которое можно еще и вот так вот сложить. И здесь находится 8 оттенков различных теней. Оттенки очень красивые, тени достаточно долго держатся. Единственное, что есть оттенки, которыми я абсолютно не могу пользоваться. Первый из этих оттенков – это оттенок синий. Им я не пользуюсь, потому что я считаю, что мне данный оттенок просто не подходит. Но эта оттенка очень хорошо спрессована, очень мягкая и такая чуть-чуть, наверное, с шиммером. Второй оттеночек – розовый, шиммерный, очень мягкий. Постоянно им пользуюсь. Прекрасно он наносится, великолепно лежит и всегда очень освежает взгляд. Третий оттенок – насыщенно-насыщенно фиолетовый с явно выраженными золотыми частичками, золотыми блестками. Также он очень мягкий, он очень классно наносится и прекрасно смотрится на веки, долго держится и легко работает. Четвертый оттенок – оттенок черный с такими серебристыми блестками. Я не пользуюсь этим оттенком, которые крошатся и осыпаются. Итак, пятый оттеночек – это такие беломорозные тени. И как вы можете видеть, это самые отвратительные тени из этой палетки. Они абсолютно не держатся на глазах, ложатся они тоже кусками, они осыпаются. Просто какой-то беломорозный. Шестой оттеночек – такой желтый, ванильный, оттенок, может быть, шампанского. Вот у этих теней как раз-таки мягкая текстура, легкая в нанесении, прекрасно, великолепно держится и очень выигрышно смотрится на веках. Седьмой оттеночек – натуральный, такой очень красивый, шиммерный, персиковый оттенок. Также мягкий, также легок в нанесении и великолепен на веках. И последний, восьмой оттенок в этой палеточке – это насыщенный шоколадный с золотым шиммером. Великолепно они ложатся на веках, прекрасно смотрятся, легко с ними работать и очень-очень красивый оттенок. В большей части своей я, конечно же, довольна этой палеткой. Часто беру ее с собой, часто ей пользуюсь. И тени действительно достойные и очень красивые оттенки. И, наконец-таки, последние тени, которые у меня есть – это четверочка от Guerlain. Великолепная четверка от Guerlain имеет пудровую текстуру. Тени прекрасно наносятся, не скатываются, не осыпаются, не тускнеют. В палеточке два ярких и два натуральных оттенка. Тени ровно ложатся и стойкая текстура позволяет им держаться целый день. В данной палетке четыре оттенка – молочно-белый, персиковый оттенок. Один из моих любимых – такой, я не знаю даже, припудренно-серо-золотой, который потрясающе смотрится на глазах. Ну и оттенок, которым я, конечно же, не пользуюсь – это вот такая вот безумная лазурь, я не знаю, там, аквамарин. Я считаю, что это не мой оттенок. Но тремя другими оттенками я, конечно же, пользуюсь. И вообще светлые тени для меня, тени номер 1, тоже я считаю, что очень-очень хорошие. И просто великолепно смотрятся и держатся на глазах. Вот и все. Это были все тени, которые у меня есть на сегодняшний день. Я, наконец-таки, закончила снимать видео о своей декоративной косметике. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что я была хотя бы чуточку полезна вам. А я благодарю вас за внимание, за лайки, за просмотры, за комментарии и за очень приятные слова. На сегодня это все. Я желаю оставаться вам всегда красивыми. И пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!